Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Заявление Национального собрания Республики Западной Армении. Армянская идентичность Ломы Бошанэр. Топанимы Арцаха, монастырь Егеша Аракя. Сегодня день освобождения Карвачара. Используя Конституцию Азербайджана, мы можем уничтожить их, но не пользуемся этой возможностью. Григорий Айвазян. Мустафа Кеммаль и Мустафа Исмет Иньоню. Приказ о использовании ядовитого газа в резне Дерсим. Презитанция книги «Два мировоззрения» Туманяна и Исаакяна. Представители Арцаха и Азербайджана встретились и достигли договоренности по ряду вопросов. В прессе появилось много информации на эту тему. Были обсуждены вопросы, касающиеся снятия блокады Арцаха и стабильного бесперебойного снабжения природного газа и электричества. Об этом сообщили из офиса президента Арцаха, не разъяснив, кто именно переговорщики. Национальное собрание Республики Западной Армении, учитывая принятый им закон об Арцахе, заявляет, что любое официальное или неофициальное соглашение, противоречащее национальной конституции Республики Западной Армения, считается недействительным, поскольку территория Арцаха является неотъемлемой частью территории Западной Армении. Согласно признанного государства Армения, включая Арцах, де-факто 19 января 1920 года и де-юре 11 мая 1920 года. Как мы уже отмечали, еще в средние века цыгане быстро начали приспосабливаться к армянской среде, стали преимущественно армяноязычными христианами, постепенно добровольно вошли в состав армянского народа. Уже в XIX веке армянские исследователи при описании этой своеобразной общины используют название Ай-Бошанер, подчеркивая факт фактического формирования части армян. Все факты свидетельствуют о том, что Бошанер армяне в широком смысле были носителями армянской идентичности. На вопрос о своей национальной принадлежности коротко отвечали «я армянин». По словам Вантяна, Боша по происхождению был армянский педагог, поэт Арутюн Аламдарян и сын сестры, а значит армянин Боша по матери известный армянский лингвист и востоковед Херувим Патканян. Однако, с другой стороны, армянский и Бошанер значительно отличались от обычных армян. Продолжали жить исключительно самодостаточно, с закрытыми внутри общинными отношениями, простыми, легким, полупорядочным образом жизни. Зиму проводили в хижинах, арендованных у армян с весны переезжали из района в район. Следует отметить, что смешанных браков между армянами и Бошанерами практически не было. Примечательно также, что считающиеся армянскими христианами и будучи крещенными, как и все армяне, Бошанер на самом деле были безразличны к религиозным вопросам и ритуалам. Не имели тягу к образованию, редко отправляли детей в школу. Бошанер армяне были известны исключительно законопослушностью и миролюбием. По словам Бантяна, по уголовному делу не было известно ни одного судебного процесса Бошанер. Полная статья доступна на нашем сайте. Монастырь Егеша Аракял находится в Мартакерском районе Арцаха на склоне горы Мрав. Комплекс расположен в труднодоступном месте, дорога проходит через леса. Монастырь окружен стенами с севера, с запада, с востока. С юга преградой служит глубокое ущелье. Комплекс имеет ворота, главный из которой арочный и расположен в юго-западном углу стены. Арка последнего посажена на профилированных выступах с обеих сторон проема. Вторые ворота находятся в северном углу восточной стены. Монастырь упоминается в истории Моффсеса Каганкатвации, где он также называется Дрвштик. Здесь были погребены мощи ученика Татевос Аракела Егеша, после чего монастырь был назван Егеша Аракел. По словам летописца, это свидетельствует, что найденные в видении святого Егеша, мощи были перенесены в священный монастырь Нерсмихер на неназываемый Држваштик. Спустя время царь Агванка Барепашт Вачаган возник памятник на месте, где погиб мученик Егеша. Вполне вероятно, что монастырь получил название Држваштик от водопада, падающего с высоты в глубокое ущелье с южной стороны комплекса. Основание раннего строения монастыря связывают с именем царя Вачаганна Барепашта. 30 лет назад, в 1993 году, согласно тщательной и грамотно разработанному плану военных действий, армянские силы атаковали Карвачар, превратившийся в азербайджанское логово. В конце марта 1993 года ситуация на северо-западном фронте резко обострилась. Группировка бакинских головорезов Бердзор-Карвачара с северо-западного и юго-восточного направлений начала развертывание мощных тыловых наступительных действий в направлении армянских сил, дислоцированных в Мартакерском и Бердзорском районах. Перед командованием сил обороны была поставлена задача обезвредить огневые точки, расположенные на территории Карвачара и Бердзора, разгромить группировку Бердзор-Карвачар. Военная операция Карвачара была вынуждена для обеспечения тыла арцарских сил самообороны, ведущих освободительные бои в Мартакерском районе. 1 апреля благодаря Азатамартикам Арменаку Абрамяну, Овсепу Овсепяну, Володе Аветисяну, Саркису Карапетяну, Миши Татавусяну, Жосефу Нерсисяну, Вегену Абрамяну и прочим, Карвачар был освобожден. Полная статья доступна на нашем сайте. В эфире Вестерн Армения ТВ, кандидат исторических наук Азербайджановед Григорий Айвазян представил внутреннюю и внешнюю политику азербайджанских властей. Коснулся темы гуманитарного кризиса, возникшего в Арцахе из-за закрытия Бердзорской дороги, озвученные различными странами и международными структурами призывов и решений, а также вероятности их реализации. Азербайджановед подробно представил ту политику, которую сейчас проводит Баку, и те опасности, которые могут возникнуть, учитывая последние заявления бакинского диктатора относительно Сюника. Еженедельник АКОС опубликовал важный документ о периоде резни в Дерсиме, который представляет собой письмо, отправленное командиру Абдуллах Абтогану, замминистром внутренних дел того периода Шукрю Каей. В письме отмечается, что приказ Айдавитом Газе отдали президент того времени Мустафа Кемаль Ататург и премьер-министр Исмет Ининью. Каев в своем письме Абдуллах Абтогану также пишет, похороните этих разбойников в пещерах, чтобы они не смогли выжить. В статье приводятся и другие документы о поставках ядовитого газа. То, что во время резни в Дерсиме был использован ядовитый газ, является известным фактом. Также были опубликованы некоторые архивные документы, связанные с использованием ядовитого газа во время резни в Дерсиме и факты приобретения газа у немцев. Документы опубликовала газета Дерсим. Правительство Западной Армении не раз касалось политики турецких властей по истреблению армян и проживающих в Западной Армении этнического народа. Дерсим и уроженцы Ареви, как мы уже отмечали, знают о своем армянском происхождении. Окупационные власти на протяжении сотен лет проводили политику уничтожения армян вплоть до геноцида 1936 года в Дерсиме с целью окончательно избавиться от армянского присутствия. Но, как всегда, они ошиблись. С полным содержанием письма Шоклюкая можно ознакомиться на нашем сайте. Книга доктора филологических наук профессора Азата Егиязаряна Туманян и Асаакян «Два мировоззрения» будет представлена читателю. Презентация книги состоялась 31 марта в 15.00 в музее Иованессы Туманяна. Книга посвящена столетию памяти Туманяна, выпущенной издательством «Антарес». Редактор книги – аркменник Никогойсян. Исследование посвящено параллельному изучению произведения Уванессы Туманяна и Аветика Исаакяна. В книге анализируются важные вопросы, касающиеся мировоззрения поэтов. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!